Распродажа в магазине Элма. Цены от 5 рублей. Ждем вас. Брест, торговый центр, галерея Грант, первый этаж. В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я, Виктория Сащенко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. 4 марта Беларусь чествует сотрудников Министерства внутренних дел. Торжественные мероприятия по случаю знаковой даты прошли в УВД Брестского обл.исполкома. Во главе угла «Человек» в Брестском горосполкоме прошло заседание специальной комиссии по охране труда на предприятиях и организациях города над Бугом, в рамках которого были подведены итоги за год прошедший и поставлены задачи на ближайшую перспективу. Безвиз в действии. Что интересует иностранных туристов в Бресте? Каковы условия пребывания? Насколько работает сервис? И действительно ли он комфортен? Вопросы организации изучили наши корреспонденты. Об этих событиях и не только о них прямо сейчас. 4 марта свой профессиональный праздник отмечают правоохранители Беларуси. Дата появилась в календаре в далеком 1917 году. За более чем вековую историю белорусская милиция сформировалась как серьезный институт, обеспечивающий безопасность граждан и их имущество. Пусть не всегда было просто, но в эту профессию шли люди дела, готовые работать без выходных и праздников на благо общества. Накануне в областном центре прошли праздничные мероприятия. Анастасия Ноздрин-Плотницкая с подробностями. Торжественные мероприятия, посвященные Дню милиции, начались у монумента сотрудникам УВД, погибшим при исполнении служебного долга. В память о тех, кто самоотверженно выполнял свои профессиональные обязанности, к подножию скульптурной композиции легли цветы от руководства управления, представителей вертикали власти и специалистов смежных структур. Здесь же свои заслуженные награды получили наиболее отличившиеся правоохранители. Это мотивированные на службу сотрудники, имеющие высокие моральные качества и желание помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Я работала на 102 первоначально, но потом постепенно решила, что все-таки быть сотрудником милиции – это очень престижно. Поэтому решила и приняла такое решение – стать милиционером, о чем не жалею. Именно преемственности поколений в Управлении внутренних дел Брестского областполкома уделяется особое внимание. Обмен опытом позволяет добиваться серьезных успехов. Сегодня региональное ведомство добилось высоких показателей по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Налажена работа по взаимодействию со смежными структурами. Активно ведутся профилактические акции и встречи. Это направление останется приоритетным и на ближайший год. Мы отмечаем, что все результаты текущего периода – это то, что поставлено на фундамент их служебной деятельности в предыдущие годы. Раскрыты все убийства, все факты тяжких телесных повреждений. Поэтому статистику можно продолжать и дальше, но оцениваем немножко по-другому. Никуда не уходим, конечно же, от цифр, но есть еще мнение населения, которое оценивает наши результаты труда. О выбранном курсе и направлениях разговор продолжился уже в актовом зале. Здесь начальник управления внутренних дел Александр Острейко озвучил правоохранителям повестку деятельности на 2018 год. После чего в торжественной обстановке были отмечены наградами наиболее отличившиеся правоохранители. В бессонном карауле они и днем, и ночью. Невзирая на дождь, метель и мороз, представители этого ведомства спешат на службу, чтобы прийти на помощь тогда, когда их особенно ждут. Эти люди не ждут со своего дела наград и медалей. Главную оценку их труду дают люди. Поэтому личным составом, конечно же, здоровья, успехов, ну и чтобы их жизнь в наименьшей мере подвергалась опасности. Спасибо, говорим, родным и близким, потому что без их понимания и без их участия в нашей службе не удастся достичь того результата, с которым мы сейчас работаем. Поэтому всем спасибо, всем с праздником и успехов в будущем. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Тема следующего материала выпуска касается каждого из нас. Охрана труда на предприятиях и организациях города над Бугом. Сегодня это одно из приоритетных направлений деятельности не только профсоюзов и Министерства по труду и социальной защите. В Брестском городском исполнительном комитете успешно работает специальная комиссия под руководством заместителя председателя Брестского горосполкома Вадима Кравчука, в ведении которой все вопросы, связанные с организацией контроля и мониторинга по вопросам охраны труда. На первом заседании 2018 года подведены итоги за год прошедший и поставлены задачи на ближайшую перспективу. Вопросов на повестке дня несколько. Работа мобильных групп по охране труда, эффективность работы комиссий, служб и предприятий по проверке знаний, а также взаимодействие Брестского городского объединения профсоюзов с органами власти и нанимателями по повышению дисциплины, качества условий труда и снижении уровня производственного травматизма. За 2017 год произошло 17 несчастных случаев, 2 со смертельным исходом. Если посмотреть в отраслевом разрезе, то 7 случаев произошло в строительной отрасли, 4 на транспорте, 3 в промышленности и 3 произошло несчастных случаев у нас в коммунальном хозяйстве. Сегодня мы рассмотрим каждый случай детально, выработаем определенные меры по дальнейшему, чтобы не допущение этих несчастных случаев и соответственно будут сделаны определенные выводы. В обязательном порядке мобильные группы мониторят организации, в которых произошли несчастные случаи со смертельным и тяжелым исходом. Проведено 98 выездов и проверено 194 предприятия. Это строительные площадки и объекты, предприятия деревообрабатывающей и коммунальной отрасли, транспортные организации. Очень активно у нас работает мобильная группа городская по охране труда. За 2017 год мы проверили 194 субъекта хозяйствования. По результатам более 4 тысяч было выявлено нарушений. Выданы рекомендации, даны сроки устранения и в дальнейшем отслеживается ситуация, чтобы были эти нарушения устранены. У нас за 2017 год было два случая недопуска мобильной группы. Это предприятие ООО «Право» и ООО «Зимолето» – швейная фирма. О чем мы письменно, за подписью Вадима Васильевича направили письмо, и прокуратура уже применила, призывала. Под пристальным вниманием комиссии городское жилищно-коммунальное хозяйство. Особое внимание направлено на подготовку и обучение специалистов, отвечающих за охрану труда, а также обеспечение безопасности при организации работ по очистке крыш и карнизов зданий, находящихся на балансе Брестского ЖРЭО от наледи и снега. У нас есть специально обученные для этого люди, которые имеют возраст не малого же 18 лет, прошедшие обучение, также прошедшие инструктаж по технике безопасности, и прошедшие медицинские осмотры, как водители грузоподъемных платформ, так и работники. Несмотря на общую положительную динамику, на год 2018-й основные задачи в работе комиссии останутся неизменными. Особый упор будет сделан именно на спецодежду, на инструктаж, на непрохождение непосредственно профилактических мер, которые позволят в дальнейшем не запускать эти несчастные случаи. Ирина Альшова, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Вот уже третий месяц на территории отдельных районов Брестской области функционирует туристская рекреационная зона Брест. Напомним, в рамках действия указа президента номер 462 об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан в регион могут приезжать на срок до 10 суток представители 77 государств. Популярность такого предложения очевидна. Возможностями туристской рекреационной зоны уже воспользовались более тысячи иностранцев. Что интересует их в Бресте? Каковы условия? Насколько работает сервис и действительно ли он комфортен? В вопросах организации и пребывания разбиралась Анастасия Наздрен-Плотницкая. Мне рассказала моя знакомая, она из Бреста, она спросила, а ты не слышала сейчас, что-то какая-то новость появилась, что на ближайшие 10 дней можно приехать. Я говорю, нет, я не слышала, но я узнаю. Вот я стала узнавать и на самом деле вот с января 2018 года такой безвизовый въезд появился. В Бресте Ольга Шульц вместе с мамой уже не впервые. Они приезжают периодически в областной центр, чтобы встретиться с друзьями и знакомыми, посетить музей, Беловежскую пущу, да и просто отдохнуть. В Бресте и Ольге, и ее маме очень нравятся. А потому как только они узнали о возможности посетить областной центр без визы, сразу же спланировали путешествие на несколько дней. Это было довольно-таки просто. Я получила договор, его нужно было подписать, потом пришло подтверждение, где были указаны мои данные, паспортные данные, какие туристические объекты я буду посещать. И все, я должна это просто была распечатать, взять свой загранпаспорт, медицинскую страховку, вот этот документ. Ну, по-моему, все, да. Это все документы, я должна была это все взять и пересечь границу. В Бресте женщины остановились в гостинице «Интурист». Комплекс внесен в перечень объектов, имеющих лицензию на организацию отдыха иностранцев в рамках безвизового режима. Здесь каждому гостю рады предложить трансфер с вокзала, комфортные апартаменты разных категорий, качественное питание, услуги по организации экскурсий на различных языках и даже отдельные модели национальных сувениров. И эту многовекторность обслуживания уже успели оценить клиенты, приезжающие в гостиницу в рамках безвизового режима. Для них это возможность попутешествовать с комфортом. Очень положительно отзываются об этой услуге, потому что оформление происходит очень быстро, не требует больших затрат. Не многие еще, не все знают иностранцы об этом, но туристы по этому безвизовому въезду пользуются и ездят к нам. Действие безвизового режима стало своеобразным толчком для развития новых услуг и предложений. Первым этапом формирования нового видения туристического обслуживания стал запуск сайта Брестского городского информационно-туристического портала. Он объединил всю имеющуюся информацию, которая бы пригодилась туристу во время путешествия. Кроме того, сегодня продолжается работа над созданием карты гостя. Основными распространителями ее будут являться Брест-ин-туристы. И партнерами будут являться субъекты торговли и туриндустрии города Бреста. Заключая договор с Брест-ин-туристом, они являются партнерами и предоставляют скидки для того, чтобы гость, пользуясь этой картой, мог их получать в их заведениях. В планах совершенствования перечня предложений и дальше. Таким образом, Брест станет более открытым и гостеприимным. О других событиях и мероприятиях. В Беларуси интеграция детей с особенностями и в развитии взята под опеку государства. Обучением, коррекцией и реабилитацией подрастающего поколения занимаются педагоги-профессионалы, настоящие мастера своего дела. В Бресте вот уже 25 лет успешно работает областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. За эти годы тысячи детей получили помощь, а их родители – поддержку. Настоящим брендом в работе центра стала международная конференция «От интеграции к инклюзии», которая ежегодно собирает белорусских педагогов специального образования и специалистов из-за рубежа. Ирина Альшова пообщалась с людьми, которые посвятили свою жизнь работе с особенными детьми. Базой для проведения пятой международной конференции педагогов специального образования традиционно стал Центр молодежного творчества. Для гостей и участников подготовили масштабную выставку – методическая и специальная литература для детей и взрослых, информация о новейших медицинских препаратах, а также художественные работы и поделки молодых инвалидов, для которых творчество – важная часть реабилитации и возможность заявить о себе. Некоторые ребята выстраивают себе, допустим, опять же, самые элементарные цели. Они чувствуют, что они должны быть нужны как специалистам, так и другим же ребятам. Поэтому, конечно, я считаю, что это необходимо для них. Опять же, это реабилитация трудовая, творческая. У нас также есть еще кружки домоводства, которые их, опять же, приучают к тому же самому кухне, где-то приготовлению пищи, опять же, уход за собой, за внешностью. То есть, это, конечно, им нужно. Педагогу нужно быть достаточно подготовленным в этом плане. Опыт, он решает все. Если человек с опытом, с квалификацией, то он найдет всегда подход к детям, найдет правильные пути, и ему будет легко работать с такими детками. В нынешнем году областному центру коррекционно развивающего обучения и реабилитации, которым сегодня руководит Татьяна Жук, исполняется 25 лет. Поэтому опыт, наработанный специалистами центра, логопедами, психологами и дефектологами, в работе с особенными детьми и их родителями, востребован не только в пределах республики, но и за рубежом. Мы не в первый раз в Бресте и на этой конференции, поэтому смогли познакомиться с некоторой практикой работы ваших дефектологов в специальных учреждениях. Мы видим очень серьезное и воодушевленное отношение к работе, которую проводят с особенными детьми, с теми, кто попал в тяжелую ситуацию в жизни. Наше общество мало знает о таких детях, и наша задача – открыть им глаза. И ребята у нас у всех одинаковые, и проблемы тоже одинаковые. Поэтому интересно тем, что мы встречаемся в этом пространстве, что у нас есть такая возможность обменяться опытом, как с белорусскими коллегами, так и с коллегами из ближнего зарубежья. Принять что-то, передать свой опыт, показать. Это очень важно. Открылась конференция и юбилейное торжество театральной постановкой «Остановление системы специального образования в Беларуси». На одной сцене играли дети с особенностями и их здоровые сверстники. Это интеграция в действии. Сегодня перед близкими специалистами стоит задача перейти от интеграции к инклюзии, когда особенный ребенок реально включен в активную жизнь, и это в одинаковой степени необходимо всему обществу. Если мы еще пару лет назад слово «инклюзия» пугались, то сейчас мы понимаем, что благодаря таким встречам, благодаря тому, что мы можем показать, что могут наши особенные ребята, что они абсолютно равны в своих возможностях с их здоровыми, нормально развивающимися сверстниками, мы сейчас как раз-таки и пришли к тому, что мы уже можем, в общем-то, уверенно говорить о том, что у нас инклюзивные процессы в нашей Брестской области на достойном уровне. Теплые слова в адрес брестских педагогов системы специального образования подкреплялись почетными грамотами и благодарностями от министерств и ведомств, как знак признания заслуг и огромной работы, которую проводят специалисты центра. Вы несете сострадание, вы помогаете детям, которые попали в нелегкое положение. Вам есть чем гордиться. 25 лет позади, итоги подведены, начинается новый виток развития. Неизменным остается главный девиз специалистов Брестского коррекционного центра – работа во благо детей. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска «Бокинформ». Белорусских студентов, аспирантов и стажеров, обучающихся в зарубежных университетах, нужно возвращать в Синеокую, потому как они представляют огромный потенциал для научно-технического, культурного и общественного резерва нашей страны. Именно так считают представители столичного агентства «Твое завтра», которые на днях запустили новый, модный, современный и очень перспективный проект. Он должен охватить всю Беларусь. Старт был положен в Бресте и Могилеве. А в чем его смысл? Расскажем прямо сейчас. Пилотный проект стартовал сразу же в двух городах – Могилеве и Бресте. В городе над Бугом он развернулся на территории научно-технологического парка. И не случайно, ведь именно здесь процветают и воплощаются в жизнь все модные идеи и стартапы. Смысл нового проекта прост – объединить белорусскую молодежь и замотивировать их таким образом, чтобы они понимали, Беларусь – это место, откуда уезжать за лучшей жизнью не нужно, ведь лучшее всегда рядом. Эта программа, о которой мы сегодня говорим, она дает возможность пообщаться с теми людьми, кто уже нашел себя, кто успешен, кто реализовался в том или ином деле. И в принципе это такой толчок, может быть фундамент для молодого человека, который только ищет свой путь. Хотелось бы, конечно, чтобы молодые люди находили себя именно в Беларуси и реализовывали дома. А для того, чтобы встреча протекала динамично, ярко и интересно, на мероприятие, которое состоялось в форме онлайн-видеомоста с могилевчанами, были приглашены успешные молодые белорусы. Как яркие примеры, замечательные мотиваторы и идейные вдохновители. Среди них 32-летний брещанин Дмитрий Лысюк. Я считаю, что самое главное – это делать то, что тебе нравится, слушать свое сердце. И тогда быть упорным, трудолюбивым. И тогда, конечно, думаю, успех придет. В принципе, эта форма успеха универсальная. Кому-то нужно уехать за границу, чтобы чего-то добиться. Кому-то не нужно уезжать, кто-то может это и здесь делать. То есть у каждого свой путь, но самое главное – это быть искренним и стремиться к тому, чего ты хочешь. А пока молодые белорусы знакомятся с особенностями нового проекта, юные айтишники города Бреста пробуют свои силы на городском конкурсе «АйТи-мастер», который проходит в рамках республиканских программ по организации работы детей и молодежи с интернетом. Павел Кузьмук уверен, что свяжет свою жизнь с айти-индустрией и обязательно останется в Беларуси. Для нашей страны эта отрасль достаточно хорошо процветает, так как у нас есть много крупных корпораций в стране и их филиалов, таких как ЕПАМ. Также есть достаточное количество маленьких студий, которые точно так же развивают эту отрасль. Ну и сфера высокооплачиваемая, одна из самых высокооплачиваемых на территории Беларуси. В будущем я хочу стать программистом, думаю остаться в Беларуси, развивать айти-сферу в стране. В городском конкурсе приняли участие 24 юноши. Всем предстояло выполнить одно задание – разработать и создать веб-сайт. Оценивалось как скорость выполнения задания, а реализовать замысел нужно было за два с половиной часа, так и верное программирование данных. И самое главное – знание айти-языка. Это уже девятый по счету конкурс. Тема им была тоже заранее объявлена. Это тема «Мой город Брест», которая посвящена тысячелетию нашего города. Она же перекликается с годом малой родины. Все у нас тут вот связалось, совпало. Это одно из перспективных направлений, перспективных в плане развития ребенка, перспективных в плане развития общества, перспективных в плане работы и поступления. Наш конкурс где-то профориентационным является. Многие дети, которые к нам сюда приходят, а приходят именно старшеклассники, мы знаем, что они уже сейчас некоторые выбрали свою профессию, и конкурс – это как бы проба себя. Народная мудрость, которая гласит, где родился, там и пригодился, актуальна во все времена. Важно, чтобы это знали и понимали представители молодого поколения страны. Какую профессию я хочу освоить, чем займусь в будущем – это едва ли не самые важные вопросы, ответы на которые ищут старшеклассники. Учесть надо множество факторов. Здесь и природные склонности, и личные интересы, и материальная сторона, и еще с десяток пунктов, требующих внимания и оценки. Именно поэтому не теряют своей актуальности профориентационные мероприятия. Накануне встречу с подростками с прицелом на будущее провели следователи. Подробности в следующем материале выпуска. В таком широком формате встречу с подростками следователи Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Беларуси проводят впервые. Профориентационной работе внимание здесь уделяли всегда. Однако раньше специалисты выезжали в учреждения образования. Накануне у ребят, учеников школ Бреста и района, была возможность самим побывать на территории, где занимаются установлением истины. Сегодня у нас день открытых дверей в нашем подразделении. Мы молодым людям, выпускникам учебных заведений города Бреста и Брестского района, расскажем о всех приоритетах службы, задачах, которые стоят перед Следственным комитетом. Наглядно покажем, как проводятся следственные действия, чтобы молодые люди понимали в будущем, что такое на самом деле, хотя бы за тот час-два общение, которое они проведут у нас, чтобы они поняли, в чем заключается работа следователя. И в будущем они выбрали для себя. Все-таки они хотят стать будущим следователем, а не то, чтобы это было спонтанное решение. Мероприятие было разделено на несколько частей. Первое – общение с представителями следствия Брещины и просмотр фильмов о работе ведомства. Затем ребята поучаствовали в необычных инсценировках. Благодаря последним подростки смогли узнать больше о некоторых нюансах и особенностях профессии. К слову, среди учеников, которые пришли на встречу, немало тех, кто уже сегодня всерьез думает связать свою будущую жизнь с правоохранительными органами. Мне мероприятие очень понравилось. Такие мероприятия стоит проводить, потому что мало людей, кто вообще знает об этом. И вот именно тут рассказывают нам про это, рассказывают, как поступить, что туда требуется, дополнительную информацию рассказывают. И я собираюсь поступать в академию. И мне это мероприятие было очень полезным. Особенно интересна была та часть, когда вызвали из зала людей, чтобы понятые и одноподозреваемые, и, так сказать, разыграли, как вообще происходит процесс опознания. Важное составляющее мероприятие – ознакомление с возможностями передвижной криминалистической лабораторией. Автомобиль укомплектован всем необходимым оборудованием для выездов на места происшествий с целью осмотра, изъятия и исследования вещественных доказательств. На протяжении всей встречи ребята слушали внимательно, были включены в диалог. По признанию подростков, это хорошая возможность определиться с тем, чему после школы захочется не только учиться, но и посвятить жизнь. Это мероприятие было очень полезным для меня. Я, наверное, буду связывать свою дальнейшую жизнь с органами внутренних дел. Раньше было такое сомнение, сегодня, да, вот, наверное, я могу сказать с уверенностью, что да, я хочу поступать и хочу быть следователем, хочу помогать своей стране. Помогать своей стране в рядах следователей Брещины – это не только похвальное желание, но еще и очень почетно. Уже не один год специалисты ведомства региона признаются лучшими в стране. А значит, есть кому научить тонкостям профессии и с кого брать пример. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Это были итоги недели на Бук ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50 и утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 4 марта погоду Белоруссии будет определять циклон, перемещающийся с севера Украины на центральные районы европейской территории России. В Бресте ожидается преобладание пасмурной погоды. Ветер северный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 11. Во второй половине дня морозы ослабеют до минус 5. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти. 5 марта Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. В Бресте день пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность. На отдельных участках дорог гололедится. Ветер юго-западный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит 7-9 градусов со знаком «минус», днем до минус 3. Распродажа в магазине «Элма». Цены от 5 рублей. Ждем вас. Брест торговый центр «Галерея Грант». Первый этаж.